И всем привет! Сегодня мы с вами поговорим про мои скетчбуки. Это 6 моих скетчбуков с 2014 по 2016 год. Но мы начнем с первого по возрасту, наверное, самого старого скетчбука, который я завела в середине 2014 года и закончила в начале 2015. Так, это мы уберем в сторону. Это блокнот. Мне просто нравилось рисовать смешные картинки или высказывать свои мысли в виде рисунков. Давайте посмотрим. Я не открывала его с момента того, как я закончила его заполнять. И для меня это будет, наверное, открытие. Не судите строго. Итак, первая страница не закончена. Да! О, я наврала! У меня этот скетчбук с 2013 года! Потому что вот... Это подписи 2013 год. Здесь мы видим какую-то нимфу. Странно. Это недоделанный скетч. Это девушка в балетной какой-то позе. А с земным шаром. Ничего особенного. О, да. Я помню этот рисунок. Это... Эээ... Хэлли Уильямс из группы Paramore. И, блин, она суперклассная. Мне так нравилась. В то время. И, блин, это фотка с какого-то концерта. Возможно, взята за основу. Да, это 2013. О, это... Еще один скетч. Девушки из Швеции. А, мне очень нравилось ее мировоззрение. Ее мысли. По поводу многих вещей. И я довольно долгое время следила за ней. За тем, что она делает. Что она снимает. Идем дальше. О, это Кэт Лав. Милота. Котик, который влюбленный спит на коловере. О, это тоже старый рисунок. Где Белочка или ему влюбленные лежат под луной. О, это попугайчики. Неразлучники. Что-то в то время меня очень тянуло темы любви, видимо. О, это что-то недорисованное. О, ладно. Возможно, это было нарисовано в колледже. И надпись много работы и мало времени. Возможно, это были какие-то экзамены. Или что-то вроде того. О, еще одна девочка. Карандашиками. О, это я пыталась рисовать мужских персонажей. И это какое-то маленькое существо. О, это очень милый. О, я надуваю пузыри, потому что мне это нравится. Ну да, здесь в основном будут мои мысли по поводу тех или иных вещей. И я очень любила рисовать девочек. В принципе, сейчас ничего не поменялось. О, я помню это. Это как раз тот момент, когда я хотела создать себе какой-то логотип. Возможно. И это были наброски белок. Да. Они были суперклассные. О, я помню эти рисунки. Это я рисовала в колледже. На какую-то тему, я даже не помню уже из-за чем. Но их несколько. И они... Ну, блин. Так себе. Но когда они прям очень нравились. Прям очень старалась в лесу. Каждый элемент. Вот еще одна интерфейка. Кажется, мои подписи. Но тоже не прошло. О, да. Я помню этого гусика. Он мне очень нравился. Мистер Гусь. В рамочке, в цилиндре и с лавандой. Ну, это какие-то наброски кексиков. Ничего интересного. Ай, мишка. Крысонька. Да, еще в то время я очень любила всяких мышек-крыс. И это были довольно провокционные годы. Мауслос Вингерлэнд. Да, я мечтаю съездить в Англию. Страничка ни о чем. Девочка в космическом платье. С шарнирными руками. Это тоже из кольджа. Девочка-марионетка. С кровью из лент. Девочка в капсуле. Я уже даже не помню, как это пришло ко мне в голову. Ну, и тут тоже что-то такое. Так. О, Крайзи Кэт. Я помню, раньше я шила таких котиков. Сама из ткани. И дарила своим друзьям. И все от них просто кайфовали. Они были просто офигенные. Они были разных цветов. С пуговками вместо глаз и пришитым маленьким сердечком. Да. А, это моя попытка нарисовать знаки Зодиака, по-моему. И это близнецы. Да, тема сисек раскрыта. Это козерог. Это стрелец. Это лев. Да, в то время я очень любила изображать фигуры сбоку. Ну, мы понимаем, почему. Это рыбы, по-моему. Да, это скорее всего рыбы. Это телец. О, это лисы. Скорпион. Это, скорее всего, водолей. И где? Нет, скорее всего, водолей, потому что волосы похожи на воду. Это овен из рогаликов на волосах. О, это рак. А, ну да, вот это дело. Это всё ещё до сих пор 2013 год. О, это какая-то шутка. Про меня, мою подругу и телене. А, без комментариев. Очередная попытка нарисовать какого-то персонажа. О, это же Харли Квинн. Когда я только начинала любить всё это дело. И я читала комиксы про Харли. И поиск Айви. И, блин, её выражение лица мне дико нравится. И это нарисовано, по-моему, акрилом. Ну, она прям супер-классная. Ещё какая-то девочка. О, это я. Это как раз вот две картинки смешанные. Ну, не смешанные, а то есть это две части одной картинки, которую я потом собрала в фотошопе. Там ещё была какая-то надпись, что это типа мои две сущности. Ла-ла-ла, и, в общем, да. А это комикс о том, как я ложусь спать. И моя кошка, которая жила со мной в доме у мамы, занимает мою кровать. А, я сплю, ну, просто. О, это немножко весёлый разворот с вырезным окошечком и разлучением каких-то персонажей. Я уже даже не вспомню, кто это, честно говоря. Ну, ладно. О, это я рисовала логотип для команды в колледже. Команды нашей группы. Что это значит, я не помню. Но я помню, что у нас были как бы художники этой девочки. И мальчики занимались чем-то на компьютерах. Вот, и поэтому вот такая вот вещь. А, это приходим и... Да, я ненавижу лёд. И до сих пор его ненавижу, потому что всегда случается вот это. Что-то должно было быть, но не было. О, это глюциногенный новогодний грибочек. А, это ещё одна картиночка к Новому году. Как раз вот здесь, наверное, и заканчивается 2013 год. С мандаринами. О, тут ещё вложен вот такой киндер-сюрпризик. Милота. И подарочек, который я делала своими руками. Всю эту коробку и конструкцию для своей подруги. И впоследствии, конечно же, он был подарен. Это я пробовала рисовать разные эмоции на лицах. Вот, это мне прям очень нравится. И жесты. Ну да. Мои любимые. Понятненько. Так, простая страничка. Это я рисовала свою подругу. В таком тёмном платье, которое обволакивает её. А это Валентинка. Как раз пошёл 2014 год. Да, у меня очень не систематичные рисунки, потому что, помимо скетчбуков, я рисовала ещё на обычной бумаге. И это где-то лежит дом у мамы. То есть у меня самого этого нет, поэтому я не могу это показать. Ну, в принципе, ничего особенного. А, это птичка. Это я пыталась рисовать что-то. По-моему, это я собиралась поступать. И мне надо было как-то врезать фигуры одна в другую, и меня это так бесило, что я просто ввела их, и всё, на этом закончилось. Да-да. Это как раз и есть поступление, потому что... Вот. Всякие пирамиды. И опять девочки. И ещё девочка с радугой из точечек. Машина. Я никогда не умела рисовать машину. Ну, прям, и до сих пор, ну, это ужасно. А, это какие-то даже шутки, юморы. Ну, да. Шутки. Очень смешно. Вот ещё картиночка с космосом. Мне одно время очень нравилось рисовать космос, потому что... Ну, это все сочетание цветов мои любимые, наверное. И больше чёрного. Так, тут что-то склеилось. О, да. Я помню эту картинку. Мне она прям дико нравилась. По сочетаниям цветов. И то, что я попробовала заполнить обе страницы блокнота. Она прям дико крутая. И тоже уже идёт 2014 год. Это я рисовала свою другую подругу. Женю. Когда мы вместе с ней ходили летом купаться на озеро. Это какой-то хипстер, по которому я училась накладывать цвета тень. Акварели не вышло. Идём дальше. Здесь. Опять какие-то девочки. И ещё один скетчик девочки. И, по-моему, это наша. Вот. Это я учусь рисовать цветочки. И какие-то раскадровки. А, это уже когда у меня появился новый блокнот. Но здесь я делала раскадровку плаката моей первой работы с новой работой. Об этом мы поговорим чуть позже в следующем скетчбуке. И вот такая девочка в конце. Так. Вот. О, ещё одна девочка. И варианты логотипов. Это ужасно. И тут ещё какие-то раскадровки. И вот такие девочки. Господи, тысячелетки видел. И можно, наверное, даже сделать вот так, то, что это последняя картинка. Ну, одна из последних. И сейчас мы найдём что-нибудь первое в подобном виде. И вот это первое. Ужасно. Ну, что ж. Мы посмотрели мой блокнот за 2013 и 2014 года. Всё-таки он не за 2015 год, а за 2013 и 2014. Я, наверное, скажу, что я вижу прогресс по сравнению с тем, что я рисую сейчас. Но это было суперинтересно рисовать свои мысли. Увидимся в следующем обзоре скетчбука, который будет вот этот за 2014 год и 2015. И там будет много всего интересного и весёленького. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok